Если макароны такие вредные, почему итальянцы живут так долго? Пусть даже и не по всей Италии. На севере Италии есть область под названием Лигурия. Люди там живут дольше, чем где-либо ещё в Европе. А на Сардинии, втором по величине острове у берегов Италии, он относится к голубой зоне, живут дольше всех, сравнявшись по долголетию с японцами. Обратите внимание, я не говорю, что по всей Италии люди живут дольше, чем в других странах, но в этих двух областях больше всего долгожителей. И вот ещё интересный момент. Из более чем тысячи жителей старше 105 лет 951 — женщина. Это 87,2%. Причина этого — эстроген. Эстроген может служить антиоксидантом, уменьшая воздействие свободных радикалов и повреждение ДНК в митохондриях. Недавно я ездил в Италию и побеседовал с женщиной с Сардинии. Нередко в книгах и новостях говорят о том, что Сардиния относится к голубой зоне. У каждого своё мнение о том, что едят тамошние жители. Скоро вы точно узнаете, что едят на Сардинии. Больше не будет никаких тайн. Думаю, пара вещей вас немало удивят. Но прежде чем показать запись беседы, я хочу поговорить о макаронах. В чём отличие макарон в Европе и конкретно в Италии? В них нет глифосата. В США пшеницу опыляют глифосатом. Он входит в состав средства от сорняков Roundup. В США такая пшеница не считается ГМО, но глифосатом не опыляют только органическую пшеницу. А в Италии глифосат не используют. В спорах вокруг глифосата утверждают, что он не влияет на наши гены. Ладно, но он однозначно не щадит наши бактерии. А в нас живёт множество бактерий в кишечнике и вообще по всему телу. Внутри нашего организма и на нём живёт, по-моему, больше ста триллионов различных бактерий. Это больше двух кило микроорганизмов. Так вот, глифосат точно влияет на генетику этих бактерий. А ведь мы зависим от них, как и они от нас. Они — часть нашей внутренней среды. Употребление глифосата, несомненно, может создать множество проблем для кишечника. А ещё пшеница, из которой в Италии делают макароны, не обогащена железом и синтетическими витаминами. Железо в наших телах легко отисляется, нанося нам вред. Наши тела не умеют выводить железо из организма. Избыток железа приводит ко множеству проблем, особенно у мужчин, потому что у мужчин не бывает менструации. Но женщины, у которых уже прошла менопауза, рискуют накопить в теле много железа, если едят пшеницу, произведённую в США. В отличие от хлеба, на изготовление макарон идёт пшеница не мягких сортов, а твёрдая. А в пшенице твёрдых сортов больше белка. Она переваривается очень медленно. Вот что интересно. Из-за высокой плотности макароны не вызовут скачок сахара в крови. Поначалу. У них гликемический индекс от 45 до 50, а у хлеба он 70. Но проблема вот в чём. Проверьте уровень сахара через 2-3, иногда через 4 часа. Вы точно увидите, что он подскочил. Поэтому я не рекомендую макароны. Я лишь хочу сказать, что качество макарон в Италии гораздо лучше, чем в США. Наверное, поэтому люди едут в Италию, едят там макароны, и их не раздувает. Теперь перейдём к моей беседе с женщиной, жившей на Сардинии. Со мной сейчас юная дама с Сардинии. Вы там родились, да? Да. Я родилась в Альгеро, да. И когда вы уехали с Сардинии? Когда мне было 20. 20? Ладно. Расскажите, какие типы продуктов едят на Сардинии? Ну, мы едим много мяса, немного, ну, свиного. Свиного мяса. Свинины. Потрясающе. Она более органическая? Да. Мы едим свинину. Ничего себе. Свинину, рыбу. А какую рыбу? Разную. Морских карасей, морских окуней, моллюсков. А лобстеров? На севере едят лобстеров, да. Обожаю лобстеров. Класс. А овощи едят? Овощи, конечно. Они очень вкусные? Артишоки. Много артишоков, да. Здорово. А сахара вы там много едите? Нет, сахара не очень много. Даже на десерт нет. Нет? Сладости у нас не очень сладкие. И чуть-чуть макарон. Не очень много? Не очень много. А что насчет хлеба? Да, мы едим хлеб. Чуть-чуть или много? По-разному. Не очень много. Ладно. А оливковое масло? Оливковое масло, да. На Сардинии прекрасное оливковое масло. Оно не такое, как в Тоскане. Что еще? Ну, мы там пьем ликер Мирто. А что такое Мирто? Это такой дежестив. Его готовят из, как это сказать, из ягод Мирто. Этого растения много на Сардинии. Ягоды очень вкусные. А что насчет... Люди там живут долго, но они... Много времени они проводят с заготовкой, готовят домашнюю еду? Ну, возможно. Возможно, раньше так было. В прошлом женщины намного больше времени проводили на кухне и готовили еду для всей семьи. Сейчас у нас на это меньше времени уходит. Но нам все еще в радость готовить еду для... Готовить разные блюда для всей семьи. Потрясающе. Сколько вам лет? Мне почти 49. Никогда не спрашивайте женщину о ее возрасте. Да, это дурной тон. А ваша бабушка еще жива? Нет. Сколько ей было? Она умерла в 92. 92. Она молодо выглядела? Да, она выглядела очень молодо, как и моя мама. Здорово. Вот еще вопрос. Какой у вас на Сардинии уровень стресса? Он там высокий или низкий? Нет, уровень стресса очень низкий. Думаю, в этом весь секрет. Или часть секрета. Круто. Еда, отсутствие стресса. Жизнь там очень спокойная. Никакой спешки. Это же остров, да? Верно. Итак, вы живете на острове, едите много рыбы. Не торопитесь, не нервничаете. Едите овощи и здоровую пищу. Да. И еще... В Италии так много где, по-моему. Но, может, на Сардинии даже вода. Даже вода там другая. Не как везде. Вы воду пьете прямо из крана или ее нужно фильтровать? Нет. Нет, я так делала в молодости. Часто пила прямо из-под крана. Сейчас уже нет. Скажите, еще там пьют вино? Да, вино пьют. Вино пьют. Бывает, что перебирают или нет? Нет. Пьют совсем немного. И еще пьют пиво. Пиво? Да, на Сардинии. Пиво варят сами? Нет. Дома пиво не варят. Но многие компании там варят пиво. Отлично. А что насчет пестицидов и ГМО-продуктов? Там такое есть или нет? Думаю, не очень много. Не очень много. Вам надо съездить на Сардинию. Непременно. Поспрашиваете там. Они сохраняют свою культуру? Культура там... Она остается неизменной? Не становится ближе к американской? Нет, нет, нет. Люди там сохраняют свою культуру. Берегут наследие острова. Мы живем на острове. Поэтому в прошлом мы редко... Мы редко контактировали с другими странами. Вот оно что. Понятно. Вот как-то так. Просто потрясающе. С ума сойти. Они сохраняют... Ну, вы поняли. Они сохраняют, они берегут свою культуру. Сохраняют традиционные кулинарные рецепты. Даже овощи и другие растения. Понимаете? Здорово. Значит, скоро я перееду на Сардинию и останусь там жить. Интересно, правда? Эта женщина точно не выглядит на 48 или 49 лет. Но вы слышали, что она сказала? Свинина. Видите? Нам внушают, что свинину есть очень вредно, так ведь? А они едят гораздо больше свинины. А ещё едят рыбу, моллюсков, в которых полно ДХА. Йода, селена, цинка, меди. Всё это великолепно замедляет старение. Овощи, артишоки. Но мало сахара. Мало десертов. И не очень много макарон. Немного хлеба, немного вина, конечно, и немного пива. Конечно, оливковое масло и дежестив. Он сделан из ягод, которые помогают процессу пищеварения. Мало стресса. Много прогулок. Возможно, так они сжигают вот эти углеводы. Невероятно сложно точно определить, благодаря чему, благодаря какой еде в Сардинии столько долгожителей. Поэтому вопрос к вам. Посмотрите на этот список или, возможно, на что-то ещё. И напишите в комментариях, что, по вашему мнению, сильнее всего сказывается на долголетии тех, кто живёт в голубой зоне. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. таурова . Объединение следует... Освобие. Если вам понравилось видео, по поводу... Аrendуе.